Генпрокуратуре сегодня заявили, что США целенаправленно игнорируют запросы России об экстрадиции лидера террористического бандподполья Ильяса Ахмадова и особо опасного преступника Томаза Налбандова. По сообщениям ведомства, оба длительное время числятся в международном розыске по каналам Интерпола и при этом свободно проживают в Штатах. США систематически отказывают России выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности. В том числе тех, которые обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Таких примеров у нас много, около 20, и это только за последние 10 лет. Нам отказано в выдаче убийц, разбойников, коррупционеров. В качестве основания указывается отсутствие двустороннего договора о выдаче. При этом США сами же и отказываются заключать соответствующее соглашение. Что касается Ахмадова, то он был объявлен в международный розыск 12 лет назад. Его обвиняют в организации вооруженного мятежа и создании незаконного формирования на территории Северного Кавказа. Налбандов в международном розыске с 2002 года. Его обвиняют в похищении человека и вымогательстве на территории Северной Осетии. Оба в США имеют статус иммигрантов, при этом спокойно покидают пределы страны и возвращаются обратно. В течение 10 лет генпрокуратура направляет запросы о выдаче террористов, но за океаном молчат. Почему Соединенные Штаты не идут на сотрудничество с российскими спецслужбами? Какие интересы преследуют? Смотрите расследование нашего корреспондента Вадима Хуланхова в итоговом выпуске программы. Сейчас в 22 часа.